Звезда шоу «Голос» Светлана Феодулова выиграла суд за право проживания рядом с дочерью с синдромом Дауна Санечкой. Бывший муж звезды Сергей Хамитский сначала пытался силой вырвать ребенка из рук матери, а после обратился к Фемиде. Светлана долгое время судилась с бывшим мужем за право расти девочку, казалось, волокита и тяж бы не закончатся никогда, на заседаниях Феодулова многое выслушала в свой адрес. Хамитский поливал ее грязью, обвинял в употреблении наркотиков и рассказывал, что бывшая жена препятствует его встречам с ребенком. Малахова поверг в шок результат ДНК теста «Звезды» голоса, однако комментарий отца девочки суд во внимание не принял, Фемида встала на сторону Светланы, ребенок останется с ней. На суд муж не явился, адвокат его сбежал суда, ребенок будет жить со мной. Ну а сейчас Сергей пытается оправдать себя, что это был вынужденный крик души, что он действовал в интересах ребенка, а еще, что сделал это на почве ревности, вспоминает процесс «Звезда». Публикация от Светлана Феодулова «Собака Феодулова» 8 июля 2018 в 4 часа 51 минута по часовому поясу ПДТ по словам артистки Сергей материально не поддерживает дочь с начала 2018 года. Ему определили двойные алименты, потому что ребенок с инвалидностью. Но для меня сейчас алименты не главны, он вообще с января ни разу не перечислил нам денег. Только за две недели до суда вдруг выплатил 20 тысяч рублей, рассказала Феодулова в интервью у Аманхи.ру. Публикация от Светлана Феодулова «Собака Феодулова» 8 июля 2018 в 10 часов 54 минуты по часовому поясу ПДТ девушка отметила, что после развода осталось ни с чем. В доме, в котором они когда-то жили, экс-возлюбленный поменял замки. Светлана теперь не может забрать оттуда вещи санечки, как писали дни РУ. В конце июня 2018 года бывший муж звезды «Голоса» попытался силой забрать девочку матери. Сговорившись с двумя приятелями, он под предлогом общения с дочерью встретился с Феодуловой, вырвал у нее ребенка из рук и пытался сбежать. Встали два мужчины, схватили меня, он попытался убежать, спасибо большое людям неравнодушным, мы сидели в кафе, кафе было полное, час пик, вспоминала случившаяся артистка, подписывайтесь на наш канал в Яндекс, Дени. Продолжение следует...